МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации и телерадо-компании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Глядите ухэтым выпуском. Ширая размова и оперативное выражение проблем. Юрий Шулейко сегодня выслухал Жихару Региона уречится. Жице дороже из-за шины, да и просить водителя усьмянить летнюю гуму на зимовую. Семейны забеспечены не с группы рызыки. Сучасный портрет вичинфицированного склали гомельские урачы. Поэтичная спадчина. Национальный академичный концертный оркестр Беларуси у Калинковичах презентовал программу, присвеченную творчасти Ялгена Ютушенки. А зараз об этом и иншим больше подробязна. Земельные спрэчки, просьбы об усталевании додатковых дорожных знаков и пропанова об створении вытворчасти по выпуску автомобилев. Помочник президента Республики Беларусь инспектор Пагомельской области Юрий Шулейко провел сегодня прием грамадян уречицы. Олег Сенцеров с подробязностями. Прием грамадян уреческим райваконками протягивался две годины. За этот час со своими проблемами и пропановами до помощника президента Республики Беларусь Пагомельской области пришли 10 человек. Еще 9 потелефоновали на горячую линию, которую Юрий Шулейко провел перед приемом. Промые телефонные линии для Юрия Шулейки – звычайная практика. Не каждый может трапить на особистый прием. Некому далеко и незручно ехать, некому не дозволяясь там здоровья, звернуться с просьбой по телефону с оправдыва уж просто. Правда, на этот раз только отказами на пытание справа не обмежевалось. До помощника президента по телефону звернулся инвалид пешей группы, ветеран Великой Очины Сергей Рымша. На жаль, местовая влада об его проблемах не ведала. Ветеранов, количество ветеранов и сколько их осталось, должны знать по имени отчеству, дату рождения и его проблемы. Каждый день и носить это в душе. В том числе, конечно, работники реческого райисполкова. Пытания, за какими люди пришли на прием до помощника президента Юрия Шулейки, одной тематикой не обмежевались. Тут и просьба об усталевании дорожного знака, обмежевание худкости и отмова от уплаты послуг за вывоз твердых бытовых отходов. Нелли Мельникова, разум с мужем, приехала с Гомельского района с просьбой об выделении участка для введения приватной пособной господарки. Проблема в том, что на эту землю увезся, претендует еще некакий человек. Вы хотите обрабатывать землю? Вот это у вас земля. Вот и все. Ну, именно тот участок, мы разберемся изначально, чтобы вы не обижаетесь, да? Кто претендует, с какой целью, почему этот участок, все остальное. Кто первый приехал к помощнику президента, это не ляжет в основу. Там будет четкая справедливость и будет по необходимости. Может, мы вам больше дадим сегодня еще земли, если она такая имеется. Была и самая незвычайная пропанова, за которой до Юрия Шулейки извернулись и уречицы открытие у города в творчестве по сборце автомобилей ускомплектующих для того, как принять кончатковое решение. Необходно зарубить подлики, сколько таких автомобилей употреблено для Беларуси, каким будет их кошт и как худко окупиться в творчестве. Что это сложно? Ничего сложного нет. Купил раму, кабину, для начала. Мотор, мосты, коробка. Вот вам и машина. Это не сложно. Шерох решений упрямляется непосредственно по час приему. Некоторые из вороты берутся на контроль от поведенными службами. Для их пропорцовки необходимый час, а у некоторых выпадках еще и сродки. После завершения приему помощник президента, инспектор Пагоминской области Юрий Шулейко подводить выники. Значных золах до местовых органов улады нема, а для работников райвокенкама есть над чем працовать. Надо жить вместе со своими жителями и с теми проблемами, которые могут возникнуть. Хотя они бывают и одноразовые, они бывают и системные. ЖКХ – это всегда системный вопрос. Дороги – это всегда системный такой вопрос. Поэтому это не за год делается. Это делается за периоды с определенными программами, с определенными вложениями капитальными для того, чтобы поддерживать инфраструктуру, которая необходима в городе, в поселке и так далее. Олег Синтеров, Валерий Копанько, телерадиокомпания «Гомель» с Речицы. А автомобильная дорога М10 Речица-Калинка, ведь шибудзи реконструивана на принципах державно-приватного партнерства. Отповедный указ подписал президент Беларуси Александр Лукашенко. Документ вызначает умовы реконструкции технического обслуговывания участка дороги М10, начинающий со 110-го километра, а гульной протяглостью 85 километров. Заходячи с международной практики, при поддержке и сопровождении Европейского банка реконструкции и развития, будет проведен международный конкурс по выбору приватного партнера. Переможцы приме обовязательства за два годы реконструивать дорогу и будет нести отказность застана, обслуговываючи яе на протягу 20-ти годов. По закончению этого термину дорога зноуперодива властность державы. Не спадеваться на волю лесу, поклопатиться про властную безопасность, изменить летнюю гуму, закликают автоматры в супрацовники ДАИ. С первого снежни и по первого соковика зимовая шина обовязковая. За порушение погрожают штрафы. Однако с кожным годом колькость водителя, у якея не перебывают свое ауто, значно снижается. И не стольки за погрозы покаранье, кольки деля безпеки. Да и само на дворье, подшторуховывая водителя, у пераходзись на зимовый манер язды. Уже у гэтой ночи слубки термометров опустятся до минус 10-ти, а с середины тыдня придется оправдная зима. У день будет до минус 9-ти, у ночи до 15-ти, не жесть за ноль. До конца тыдня морозы ослабеют, и поди снег. На дорогах макчимы заносы и гололедится. Каля трех с половой миллионов беларусов зарабили пришепки от гриппу. Активная фаза кампании по вакцинации протягнется до конца листопада. Особливая увага наибольшу разливым категориям. Пер за все, гэта медицинские работники. З их пришеплена больше, как 90%. Так само в зоне рызыки дети до трех годов, пожилые грамадяне, люди, які покутаются на хроничное захворванье и тежарные жанчины. С этой категории пришеплена больше, как 70%. Выники мониторингу показывают, что те, кто зарабил пришепку, хвореют на гриппу три раза роде, чем те, кто отмовился от яя. Зараз у Беларуси означается сезонный рост захворвання на вострые респираторные инфекции, характерны для этого периода года. Захворвання характеризуется низкой интенсивностью. Сирот пациенту переважают дети 70%. Эпидемиологичная ситуация находится на постоянном контроле Министерства Аховы Здоровья. Первого Снежня в 30-й раз будет значаться Сусветный день боротьбы со СНИДом. У Гомельской области до его запланованы шерах мероприемствов. Одно из них отбылось сенья. У областного центра гиены эпидемиологии и громадского здоровья прошла пресс-конференция, просвеченная проблемам профилактики ВИЧ. Протяг темы в наступном сюжете. По огученной информации за 10 месяцев года у Гомельской области выявлено 675 новых выпадков захворвания. Это амаль на 20% больше, чем год тому. Передумова по величине больше охоп насильництва доследованиями на ВИЧ. Все лета про свой статус доведались а больше за 370 тысяч жихаров региона. Зараз в области проживая свыше 7 880 человек с позитивным ВИЧ-статусом. Адметно, что в опошние годы изменился шлях передачи вируса. Зараз амаль зауседы, половы, а так само социальный портрет инфицированного. Среднедный портрет сегодня ВИЧ-позитивного это, будем говорить так, не из группы риска. Это человек работающий, то есть небезработный. Человек семейный. Вот что даже в этом плане немножко обидно. И возраст 40 лет и старше. То есть вполне достаточно обеспеченные, уверенные в себе люди, которые иногда совершают некоторые оплошности, приводящие к инфицированию ВИЧ. Вести полновартосное здоровое житю ВИЧ-инфицированным допомогает антиретровирусная терапия. Она доступна всем. Головные отзначают медики «жадание». На особливом контроле теожарные женщины с остановочим статусом, лечения дозволяя им нарожать здоровых детей в 100% выпадков. В уголе леки в регионе зараз отремливают больше 5000 человек. Конечно, это не та цифра, которая доведенная Министерством здравоохранения, я вам говорила, до 7339. Вы знаете, все социально адаптированные слои населения до нас дошли. Слава Богу, и как бы мы вызываем и работаем с ними. Но остается неадаптированная прослойка населения, недостигаемая. Это пациенты, которые находятся в Российской Федерации. Группа пациентов, которые находятся в местах лишения свободы. Нарочи доведаться про свой вич-статус просто экспресс-тест можно набыть у аптекции. Максим Савин, Олеса Рузянкова, Игорь Марышченко, телерадио-компания «Гомель». Национальный академичный концертный оркестр Беларуси презентовал у Калинковичах программу просвеченную творчасти Яугена Яутушенки. На передании выступления маэстро Михаил Финберг наведал детячую музычную школу мастатствов. Там он дал маэстр-класс по агутару звучнями и педагогами и отказал на их питание. Когда мы не были удивлены, что в городе Калинковича есть те маэстры, те маленькие артисты, которые ждут стать профессиональным музыкантом, мы в себя не ехали. Но я чувствую, что тут есть шмар ждать стать и выучиться суправным музыкальным музыкантом, тем инструменталистом, которые ждут наши прихивники. Я ждут всем только успеха. «Беларусь» 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 У новой программы заслуженного коллектива Беларуси песни на слово Яугена Яутушенки покладены на музыку Раймонда Паулса и инших вядомых композиторов, а так само инструментальные творы. До речи Михаила Финберга и Яугена Яутушенку звязвала дружба. А кроме того, корония Бо-2-9-го мастатства узнаходятся на Полессе. Знакомитый дырыжор уродженец Мазырского района, одец советского поэта, родом звездки Хомичи Калинковицкого района. Спевак Руслана Ляхно организует в Беларуси доброчинный марафон. На протягу года во всех регионах краины плануются серые концерты по заклику сердца усим светом. А кроме Руслана Ляхно у них примутю дел и иншие беларуские зорки. Отриманные гроши передадут налечения хворым детям с кожной в области. Час знаходжения мощи у Святой Матроны Московской и крыжа Масчевика у Гомелии протягнули. Як поведомили у Гомельской епархии, зарабили гэта по просьбах верников. Святыни знаходятся у храме Преображения Господнего по улице Каменщикова. Старыца Матрона одна из самых вядомых и шанованных православных святых. Усё яе житё – приклад великого духовного подвига, терпения, самодрочения и спагады. Матрона Московская допомагает людям позбавиться от хвороб и справиться с житёвыми нягодами. Помолиться Святой Старыце и попросить у яе допомоги верники могут подчас богослужения с 8 до 21 до 30 листопада. Первый республиканский конкурс прихожёстей творчасти «Маленькая мисс» и «Маленький мистер Дев» пройшёл у Гомеле. Его удельниками стали дети с порушениями слыху. 15 конкурсантов в возрасте от 6 до 12 годов приехали из Речицы Кобры на Бобруйское Минска. Пять человек представляли Гомель. Свои сдольности удельники демонстровали у шасти турах. Конкурс открыла дефиле, потом конкурсанты рассказали про себя, проставили костюмы уластной его творчести и продемонстровали свои спортивные сдольности. Завершил программу «Выход детей» в вечерних уборах. Титул «Маленькая мисс» заслужила Дарья Ивачкина с Бобруйска. Мистером Дев стал минчанин Вершослав Тальчук. Я занимаюсь спортом, полёгкой атлетикой, плаваю по бассейну. И ещё я занимаюсь по робототехнике с первого класса, с шести лет. В этом году у нас первый республиканский получается, поскольку приехало очень много гостей. И я очень этому рад. И я думаю, что дети, приедав к нам в Гомель, побывав на экскурсии, поселившись ещё вчера в гостинице, очень остались довольны приёмом их теплотой атмосферы. Основная задача конкурса – интеграция детей с порушениями слыху у громадства и организация их вольного часа. Усе удельники отримали дипломы и подарунки от Центра инклюзивной культуры и партнёров мероприемства. Это и так сама иншая новина вы можете знайсти на нашем сайте в интернете по адресе www.tvarkomil.bivac На этом выпуск завершен и плённых вам вечера и до новых встреч у эфиры. Вы смотрите «Дефакто» в студии Алексей Немкевич. Здравствуйте. Слишком мягкое наказание. Прокуратура добилась изменения приговора суда жителю Кармянского района, который систематически избивал свою знакомую. Первоначально 31-летнему мужчине лишь ограничили свободу на два года без направления его в исправительное учреждение. Однако прокурор Кармянского района не согласился с этой мерой и принёс апелляционный протест. В итоге приговор изменён. Подсудимому придётся на полтора года отправиться в колонию общего режима. Приговор вступил в силу. Следователи ищут очевидцев наезда на подростка в Гомеле. Авария произошла 22 октября на пересечении улиц Владимирова и 8-й Нагородний. Там примерно в 18.50 водитель Volkswagen Golf сбил 15-летнего парня, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу. Ему причинены тяжкие телесные повреждения. Очевидцев или свидетелей просят обратиться по номерам телефонов, которые сейчас на ваших экранах. В продолжении темы дорог в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 30 ДТП. К счастью, в этот раз обошлось без пострадавших. Однако, как отмечают госавтоинспекторы, в целом количество аварий по стране возросло. Только за последнюю неделю зарегистрировано около 2000 крупных и мелких ДТП. Причины большинства водители не успели переобуть своих железных коней. Напомню, накануне стартовала акция ГАИ «Жизнь дороже шин». Мероприятие направлено на предупреждение аварии и пропаганду использования зимней резины. Госавтоинспекция напоминает о том, что согласно пункту 207 Прим правил дорожного движения с 1 декабря по 1 марта всем автовладельцам на своих транспортных средствах необходимо установить зимние шины, которые должны соответствовать пункту 25 приложения 4. Также напоминаем, что за неиспользование на транспортном средстве зимних шин предусмотрена административная ответственность согласно Кодексу об административных правонарушениях. Таков обзор происшествий к этому часу. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Алексей Немкевич. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь4» и «Гомель» новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Сборная Беларуси по мини-футболу проведет два товарищеских поединка против команды Израиля. Матчи состоятся 4 декабря в Лидии, 5-го в Борисове. В распоряжении главкома белорусской сборной Андрея Толмача 16 футболистов. Вызов в нацкоманду получили игроки гомельских клубов. Это галкипер Владимир Стремилов из БЧ, а также полевые Евгений Клочко, Владислав Селюк и Евгений Чернейко из ВРЗ. Цвета соперника будет защищать хорошо известный гомельским болельщиком Дмитрий Шулькин. Сейчас футболист играет за команду Гомель-Молоко из Рогачева. Команда «Энергия» вышла в полуфинал розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу. Подопечные Дмитрия Лихорада в ответном поединке четвертьфинала на домашнем паркете вновь были сильнее витебской команды Маркова ГТУ 3-0. Первый матч, который гомельчане провели на выезде, также остался за ними 3-0. В полуфинале «Энергия» ждет противостояние со столичным строителем. В высшей лиге чемпионата Беларуси по хоккею состоялись очередные матчи. ФСО «Динамо». В обоих поединках основного времени для выявления сильнейшего командам не хватило. В первый день в овертайме гости дожали хозяев. На следующий день «Динамовцы» взяли реванш. Они были удачливые в серии после матчевых буллитов. «Металлорг-2» праздновал две гостевые победы над «Лидой-2». Это позволило столеварам подняться на пятую строку в турнирной таблице. «Гомель-2» уступил лидерство молодежке Ю-17. Команда гомельской из «Дюшор» «Алим-2015» выиграла республиканскую спартакиаду по боксу среди профсоюзных спортшкол. Турнир проходил в Гомеле. Гомельские боксеры стали победителями в общем зачете. Второе место у воспитанников Бобруйской «Дю США» «Шинник». Замкнула тройку сильнейших еще одна гомельская спортшкола. Бронза у боксеров из «Дю США Омега». В Могилеве завершилось первенство Беларуси по спортивной гимнастике воспитанники гомельской из «Дю Шор» номер 4 заняли первое место в командных состязаниях. Победу Ковали Иван Субатов, Вадим Скобов, Павел Якубов, Владислав Агапитов и Алексей Родионов. В личных состязаниях в активе гомельских гимнастов 11 наград, 4 из которых золотые. На этом пока все. С новостями спорта ознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь4. Продолжение следует...